МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему-то в обществе как-то существует мнение, что это человек, который пришел в волонтерство, потому что ему больше заняться нечем. Кто же такой волонтер сегодняшнего дня? Я не согласна с мнением, что волонтер – это человек, которым нечем заняться. Безусловно, это не так. Волонтер – это доброволец, это человек, который делает что-то для общества по велению души, по велению своего сердца. Не важно, что это будет, он помогает ветеранам, помогает детским домам, либо же он просто собирает денежку и приносит деткам, тяжело больным. Это не важно. Это человек, который по велению души помогает обществу. И не рассчитывая за какое-то материальное вознаграждение, не за деньги это делает. Безусловно, это должно быть исключительно по велению души, по велению своего сердца. Никакие материальные блага в случае с добровольцем, с волонтером – это не та история. Чем занимается Ваша организация? Волонтерский корпус 70-летия Победы – это всероссийское движение. Оно создается в каждом регионе, в каждом отдельном субъекте федерации. Мы здесь, в Севастополе, совместно с Москвой являемся двумя основными городами празднования 70-летия Победы. И у нас создаются большие волонтерские корпуса. Здесь непосредственно в Севастополе, ну и в Москве, конечно, как в столице. У нас есть несколько направлений деятельности. В первую очередь, это поздравление ветеранов, помощь ветеранам, социальная работа с ветеранами. Второе направление деятельности – это восстановление памятных мест, аллеи славы, воинских захоронений. Здесь мы тесно сотрудничаем с поисковым движением России и предлагаем нашу помощь в восстановлении памятных мест. Далее еще есть отдельное большое направление нашей деятельности – это сервисное волонтерство. То есть мероприятия, которые будут связаны с 70-летием Победы, с юбилеем, будут так или иначе проходить совместно с волонтерским корпусом. Мы постараемся помочь городу, мы постараемся сделать так, чтобы город Севастополь запомнился нашим гостям. И именно во время юбилея, чтобы наши волонтеры были такой гордостью нашего города-героя. Но это и основная цель фактически вашей организации, все остальное – это пути ее реализации. Да, безусловно. А как вы, вот у нас есть несколько картинок, которые, да, вот баннеры, они в ближайшем времени появятся на улицах Севастополя, правильно я понимаю? Да, да, мы надеемся на это. Вот расскажите, это ваш плакат. Да, это наш плакат. Если вы видите, мы призываем всех, у кого в душе действительно есть желание сохранить память о тех подвигах, которые совершили наши предки, о тех людях, которые внесли свой вклад в историю. И об этом действительно великом событии, произошедшем 70 лет назад, мы предлагаем стать волонтерами нашего корпуса 70-летия Победы. Это еще с Голубкой, да, есть у вас? Голубка, да, всем известный символ мира, голубь. Естественно, мы отмечаем 70-летие Победы, и голубь, как символ мира, является символами нашего волонтерского корпуса. Также на баннере можно найти наши контакты, волонтеры70.рф, это наш официальный сайт. И здесь в Севастополе группа ВКонтакте, волонтеры70.севастополь. Замечательно, да, получается, чтобы молодежь сразу могла найти эти координаты, места. А чем, собственно говоря, давайте так, сколько человек в Севастополе нужно для обеспечения той работы, которую вы запланировали для тех целей? И вот когда они будут набраны, кто чем будет заниматься, какие сферы деятельности? Да, мы планируем набрать в районе 400 человек, которые будут работать на разных точках, на разных мероприятиях. Часть ребят будет работать непосредственно с поисковым движением России, будет заниматься восстановлением памятных мест. Часть из ребят будет заниматься поздравлением ветеранов, работой с ветеранами, то есть такая социальная у них будет миссия. Часть ребят будет непосредственно работать как организаторы мероприятий, как люди, которые будут обеспечивать основные мероприятия, связанные с 70-летием Победы. То есть вот примерно так мы будем рассчитывать наши силы. Также к нам приедут гости и субъектов федерации, то есть будет в районе 100 человек лучших волонтеров со всей России, которые приедут непосредственно сюда в День Победы на празднование юбилея. И 500 человек приедет из Республики Крым, сейчас там также ведется активная работа по набору волонтеров. Кто отбирает? Какие критерии они используют при отборе? И вообще являются ли люди, которые отбирают сами волонтерами? Вот это тоже важный вопрос. Да, люди, которые отбирают, люди, которые работают в волонтерском корпусе, это также волонтеры. Это люди также, которые не получают от этого никакой материальной вознаграждения. Да, то есть это непосредственно люди, которые чисто пришли от своей души. Непосредственный отбор будет происходить каким образом? Ребята, участники волонтерского корпуса, кто подает заявки, они заполняют анкету. По итогам мы смотрим анкету, у нас будет проходить обучение. По итогам обучения будут сформированы функциональные группы, кто чем будет заниматься. И непосредственно сами итоги обучения покажут, кто действительно к этому готов, кто не готов. Очень важен такой момент, что люди, когда идут, бывает такое, что они не понимают, что такое волонтерство, они не понимают, что такое добровольчество. И нам очень важно понять, что человек из себя представляет. То есть, безусловно, этот человек должен быть патриотом своей страны. Это человек, который должен понимать, что он идет не просто веселиться или участвовать в массовых мероприятиях, что он идет туда работать, вкладывать свою душу, помогать и делать что-то для своего государства, для своего общества, делать общество лучше. Волонтерство, получается, это всегда очень осознанный выбор. То есть, только зрелый человек, умственно зрелый, да, пусть он и молод еще по годам, он может прийти к этому, правильно? Конечно, мы надеемся, что у нас участники волонтерского корпуса будут принимать решение о вступлении, безусловно, со зрелой точки зрения, и они будут понимать, куда они идут и что они будут делать. А вот возрастная категория, кто чаще идет волонтеры, вот с кем вы работаете? Вообще среди волонтеров, это молодежь, школьники или это уже люди пожилого возраста? У нас нет непосредственных возрастных ограничений. Безусловно, нашими координаторами является Федеральное агентство по делам молодежи, и, конечно, наша основная аудитория это молодежь. Но это абсолютно не значит, что люди серебряного возраста, люди постарше не будут принимать участие в нашей деятельности. То есть, и работающие, и неработающие люди могут... Конечно, конечно. И на пенсии даже можно приобщиться к молодежи. Конечно, и мы с радостью принимаем таких людей, потому что они с опытом, они знают, как себя повести в той или иной ситуации при работе с людьми пожилого возраста. Они осознают это. А молодость, здесь действительно могут быть какие-то определенные проблемы. У нас сейчас на данный момент уже есть несколько человек взрослого возраста, с которыми мы консультируемся, сами набираемся опыта. Люди, которые нам помогают в поисковой работе, это люди взрослого возраста. Ну вот в этом смысле очень интересно посмотреть все-таки на практику Европы. В том смысле, что люди на пенсии, они очень часто как раз-таки не просто сидят на пенсии, как мы привыкли, да? Вот, они действительно участвуют, очень активно участвуют. У них волонтерское движение крайне развито. Как обстоят дела в России с этим? То есть насколько можно объяснить, наверное, да, вот людям пожилого возраста, что жизнь-то она продолжается с выходом на пенсию, и волонтерство, наверное, один из путей к этому? Я надеюсь, что мы сможем в нашем случае, да, здесь в Севастополе, привлечь людей взрослого возраста и объяснить им то, что, да, действительно, на пенсии жизнь не кончается. Есть очень много интересных вещей, которые можно делать совместно, совместно с молодежью и также молодеть душой. Но, как показал опыт в Сочи, у нас люди действительно в России потихонечку приходят к этому и понимают то, что возраст выхода на пенсию, это абсолютно не значит, что они должны сидеть дома, смотреть телевизор. Наоборот, больше времени появляется, да? Да, появляется время на такие интересные вещи, на которые, может быть, в течение своей трудовой деятельности у них просто не было времени. Волонтеры Сочи, Олимпиады, в очень большом количестве, это были люди взрослого возраста, люди пенсионного, серебряного возраста. И действительно, на наш взгляд, это большое достижение, потому что раньше такого не было. А касательно времени, сколько времени нужно свободного иметь, например, работающему человеку, чтобы заняться волонтерством? Потому что подойти к этому надо ответственно и так далее. Следовательно, для этого пласт времени нужно выделять. Сколько времени? Мы не можем говорить о каких-то конкретных цифрах, сколько времени, но это действительно невозможно. Каждый помогает в меру своего времени, свободного, в меру своей занятости. Но так как большая часть наших мероприятий проходит на выходных, поэтому это не проблема для работающего человека, это первое. Ну и второе, конечно, никто не будет журить человека за то, что он там не смог поучаствовать в одном мероприятии, но пришел на другое. Как время позволяет, как у человека, может быть, он придет на одну акцию, может быть, он пойдет, поздравит пять ветеранов, а не двадцать пять. Это зависит исключительно от времени. Каждый в меру своих сил, в меру своих возможностей будет помогать в нашем волонтерском корпусе. Тут я познакомилась с такой фразой неизвестного автора. Он сказал, что у добровольца не всегда есть время, но у него всегда есть сердце. Вот, наверное, это самое такое, да? Всегда каждый в меру своих возможностей может помочь, действительно. А вот все-таки мы так уж устроены, наверное, люди, что нам приятно получать не то, чтобы поощрение, ну, скорее, вот какое-то одобрение результатов своей работы, работы, как можно поощрить и волонтера? Здесь я вам скажу одно. Федеральное агентство, когда инициировало наш проект, сразу же оговорили такой момент, как награждение людей. Это понятное дело, потому что делать что-то без задачи, конечно, это невозможно. Поэтому лучшие участники волонтерского корпуса, лучшие добровольцы в декабре следующего года поедут на итоговое мероприятие в Москву, где уже непосредственно первые лица нашего государства смогут их отблагодарить. Но здесь, в данном случае, я хочу обратить внимание на один момент. Все спасибо, грамоты и прочее, это все очень важно. И очень важно для каждого, кто будет заниматься этой деятельностью. Но самое главное, на мой взгляд, как человека, который уже достаточное количество лет занимается волонтерством... А сколько, кстати, вы занимаетесь волонтерством? В районе 10. В районе 10 лет я так или иначе связана с добровольческой деятельностью. Я скажу, что самое главное, это спасибо от ветерана, которому ты подарил цветок, которому ты подошел и сказал спасибо за то, что он сделал 70 лет назад. Самое главное, это глаза ребенка, которому в детский дом принесли какой-то подарок. И именно вот это ощущение от того, что ты сделал что-то для общества, что-то для этих людей. Именно вот это самое главное спасибо, а не грамота и какое-то развлекательное мероприятие. Но еще раз... Самое искреннее получается, да. Потому что волонтерство — это состояние души, это на самом деле так. От этого никуда не деться, потому что люди не приходят сюда за какими-то материальными благами. Они приходят сюда исключительно потому, что так велит их совесть. И это очень важно. Ну вот, к слову сказать, то есть это действительно высокие цели, действительно призывать, рассказывать людям, как здорово, потому что можно, наверное, и с новыми людьми познакомиться, всегда расширить свой кругозор, стать более посетителем... Ну, в разных интересах, в разных сферах можно вращаться, правильно? Но вместе с этим, вот лично от себя, наверное, могу добавить, что это очень хорошее подспорье в будущем. Это так? Да, я с вами абсолютно согласна. Так, например, для того, чтобы меня сейчас выбрали региональным координатором, и впоследствии для того, чтобы стать руководителем регионального штаба, я прошла огромный курс школы такой волонтерской практики на международном молодежном слете Таврида. То есть если бы этого подспорья не было, если бы этого опыта не было, мы бы не смогли начать этот проект здесь самостоятельно. И, конечно, когда ты приходишь куда-то устраиваться на работу, поступать в ВУЗ, заниматься каким-то проектом, твой, то, чем ты занимался в рамках волонтерской деятельности, действительно приносит тебе не только большой плюс, как, ну, по сравнению, да, с другими кандидатами, но и так и огромнейший опыт, потому что люди учатся абсолютно разным вещам. Тем вещам, которые, может быть, обычная трудовая деятельность, некоторых не научат. Поэтому это действительно большое подспорье для будущей жизни, для молодого поколения. Так что мы всех приглашаем. Я вижу просто ваши горящие глаза. Это говорит о том, что человек получает удовольствие от работы. Это так? Да, это абсолютно так. Это самое большое удовольствие, которое можно получить от трудовой деятельности. Это правда. И я имею в виду здесь трудовая деятельность не как что-то, да, за что тебе платят, а именно как то, что ты ежедневно делаешь для общества, то, что ты ежедневно, твоя такая работа, пусть за неё не платят, но это не важно. То есть получается, в принципе, волонтерство — это самый короткий, наверное, путь к тому, чтобы сделать свою работу действительно себе в удовольствии, приходить, возвращаться с неё каждый раз домой счастливым и так далее. Правильно? Правильно, абсолютно. Спасибо вам большое, Елизавета, что вы пришли к нам в гости. Ну а завершить нашу программу хотелось бы словами Кофи Аннана, генерального секретаря ООН. Он сказал, в сердце добровольчества собраны идеалы служения и солидарности, и вера в то, что мы вместе с вами можем сделать этот мир лучше. Волонтеры получают не только полезные знания, новые знакомства, порой и работы в будущем. Главное, что предлагает волонтерство, это чувство своей полезности в обществе. У нас в гостях была руководитель волонтерского корпуса Елизавета Цокур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова